МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на канале ТВ-8 в студии Яна Степаненко. Главная тема выпуска. В университетах нехватка студентов, а выпускники не готовы к выходу на рынок труда. Это лишь один из выводов в отчете Всемирного банка о системе высшего образования в Молдове. О мнении экспертов через пару секунд. И в нынешней предвыборной кампании не обошлось без нарушений. Кто-то не указал все расходы, кто-то раздавал подарки. Вышел в свет третий отчет наблюдателей промо-Лекс. Женщина с двумя детьми рискует остаться на улице. Квартиру, в которой она живет, купил ее бывший муж. О драматической истории расскажем через несколько минут. Очередной спор между КСТР и ТВ-8. На сей раз канал лишили наземных частот. Подробности в выпуске. В Молдовских университетах нехватка студентов, а выпускники не готовы к выходу на рынок труда. Это лишь один из выводов в отчете Всемирного банка о системе высшего образования в Молдове. Ректоры винят во всем демографический спад. Студенты же сетуют на отсутствие перспектив. В докладе Всемирного банка подчеркивается, что за последние 10 лет число студентов в Молдове сократилось на 40%. Согласно прогнозам, к 2020 году у нас останется всего 55 тысяч студентов. Это подтвердил и ректор экономической академии. Феномен эксперты объясняет утечкой мозгов. Все больше молдавских студентов предпочитают уезжать после учебы за границу. И в педагогическом университете с каждым годом все меньше студентов. Здесь считают, что все дело в нестабильной экономической ситуации в стране. Дмитрий – будущий студент, но в Молдове получать образование не хочет. Резкое сокращение числа студентов беспокоит тех, кто здесь остался. В докладе Всемирного банка подчеркивается необходимость изменения механизма финансирования. От непрозрачного к основному на производительности. В этом случае может быть обеспечено качество образовательного процесса. Но истерийский – закрытие некоторых университетов. Реформу поддержали представители профсоюзов образования. Координационный совет по телерадиовещанию отклонил запрос нашего телеканала о продлении лицензии на наземное вещание. КСТР объясняет свое решение тем, что заявление о продлении лицензии было подано слишком поздно. Руководство ТВ-8 категорически не согласно с решением ведомства и намерено обжаловать его в судебном порядке. Руководство ТВ-8 категорически не согласно выяснилось. Руководство ТВ-8 категорически не согласно выяснилось. на наземное вещание. Более того, по словам Гуцуцуи, закон о переходе на цифровое телевидение вступил в силу в феврале 2018, когда лицензия телеканала была еще действительной. Мы получаем 10 звонки на номер нашего телефона, Директор департамента новостей Марьяна Радца говорит, что без лицензии на наземное вещание люди могут лишиться качественного материала и объективной информации. Продолжение следует... Директор департамента новостей Марьяна Радца говорит, что без лицензии на наземное общество, без лицензии, без лицензии, без лицензии, без лицензии. Директор департамента новостей Марьяна Радца говорит, что без лицензии, без лицензии, без лицензии. Директор департамента новостей Марьяна Радца говорит, что без лицензии, без лицензии, без лицензии, без лицензии. Это не первые разногласия между ТВ-8 и КСТР. В августе прошлого года наш телеканал потребовал провести сессию лицензии от компании «Аналитик Медиагрупп», который руководил телеканалом ТВ-7, в сторону Ассоциации «Медиа-альтернатива». КСТР всячески пытался заблокировать процесс, и лишь в декабре 2017-го запрос удовлетворили. 284 коробки эксклюзивных дизайнерских сумок, 72 пакета с наличными деньгами, огромное количество драгоценностей и десятки элитных наручных часов. Все это обнаружили при обысках в резиденции бывшего премьер-министра Малайзии. Оперативные мероприятия прошли в рамках расследования о многомиллиардных хищениях, связанных с деятельностью основанного чиновником фонда. Расследование произошло в релеванстве к нашей 1МДБ-инвестигации, которое было проведено через СССР. Мы конфискировали 72 пакеты, 72 пакеты различных размеров, которые содержат, некоторые из них содержатся, некоторые из них содержатся, некоторые из них содержатся, некоторые из них содержатся. Именно сколько денег, я не могу сказать. Полицейские провели обыски в шести помещениях, включая рабочий кабинет Розака, его официальную резиденцию и четыре дома, принадлежащих экс-политику. Наджиб Розак оказался под следствием, как только потерял свой пост. Ранее на выборах в Малайзии его сенсационно обошел 92-летний Махатрир Мохаммед, бывший премьер-министр страны, который решил снова баллотироваться на пост, чтобы бороться с несправедливостью и коррупцией, охватившими Малайзию. Он сразу же запретил Розаку и его жене покидать страну до окончания расследования. Продолжаем выпуск срочной новостью на Кубе. Сразу же после взлета из аэропорта в Гаване разбился пассажирский Боинг. СМИ пишут, что на борту лайнера могли находиться от 104 до 107 пассажиров. По информации CNN, самолет направлялся в Гаяну, страну на северо-восточном побережье Южной Америки. Другие данные пока не приводятся. Телеканал Журнал ТВ продемонстрировал накануне в своем эфире предполагаемую аудиозапись телефонов разговора. На ней мужчина, по данным источника предположительно демократ Константин Ботнер, утверждает, что Игорь Дадон не был конкурентом для ДПМ на президентских выборах 2016 года. Хотя тогда лидер формирования официально заявлял о поддержке Майя Санду. Из записи можно сделать вывод, что демократы способствовали продвижению Дадона и помогли ему занять президентское кресло, а также намеревались уничтожить ППДП и ПАС и занять позиции на правом фланге политического спектра. Константин Ботнер является генсеком ДПМ, а один из приближенных людей Влада Плохотнюка. На наш звонок Ботнер сегодня не ответил. Не удалось нам также дозвониться ни в пресс-службу демократов, ни депутату Сергею Сырбу. До местных выборов осталось совсем немного. Кандидаты на пост Примара подвели сегодня итоги предвыборной кампании. Ну а подробнее в нашем электоральном блоге. В последний день предвыборной гонки атаки на некоторых электоральных конкурентов ужесточились. В прессе появилась запись телефонного разговора между Андреем Настасьей и его мамой. Кандидат в Примары признает, разговор был, но в опубликованной версии не обошлось без монтажа. Настасья обратилась в прокуратуру и Министерство внутренних дел. В обнародованной версии разговора Андрея Настасьи со своей матерью, кандидат в Примары Кишинева якобы просит ее приехать на мероприятие. Мама? Да. Мы не имны микроэлементы. А я же, амру стерег, сэвий... 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 Мы не имны микроэлементы, эти сэвченовцы. Шамру стерег, сэвий... Шамота. Да ну подстримите машину, шампирог, сэвий... Запись разлетела СМИ на телеканалах, переданных правящей партии. Пресса обвинила Анастаси в том, что он использовал маму в личных целях. В первую очередь, это неизвестный, это неизвестный, это неизвестный и криминал на мою адресу. И, по-другому, это попытка интоксика спасти, чтобы помнить людей, с точки зрения на какие-то вещи абсолютно нормальные. Единый кандидат от платформы Достоинства и Правда, партии Действия и Солидарности и ЛДПМ, уже обратились в прокуратуру и Министерство внутренних дел. Мы направили запрос в прокуратуру с просьбой прокоментировать ситуацию. Прокуратура ознакомилась с обнародованным телефонным разговором. Правоохранители проверяют происхождение записи. Как нам пояснили в Центре юридических ресурсов, прослушивание записи разговора проводится с разрешения суда. В противном случае имеет место нарушение прав человека. Здесь, по-другому, в СССР-МЕР-ГП, в инфраструкции, в инвалидности персонала, в артикул 177. Есть инвалидность в приватных людей. И, в факт, мы задумывали вопрос. В целом, в целом, в целом, в целом, это заставка в этот риск. С ссором интернете, с ссором масс-медиа и с ссором утериора. Как считают в Центре юридических ресурсов, молдавские прокуроры чрезмерно используют этот инструмент. Согласно последнему исследованию экспертов Центра, в 2016 году правоохранители выдвинули 12 тысяч заявлений о прослушивании разговоров. Судьи дали добро в случае 11 750 разговоров. По данным прокуратуры, записи телефонных разговоров и онлайн-сообщений были использованы более чем в трех тысячах уголовных дел. Независимый кандидат на должность примара столицы Сильвия Раду подвела итоги избирательной кампании. На пресс-конференции она отметила, что недовольна тем, какой была нынешняя предвыборная битва, посетовала на многочисленной атаке со стороны оппонентов и рассказала, сколько потратила денег, добавив, что в любом случае верит в свою победу. Сильвия Раду настолько уверена в исходе голосования в свою пользу, что даже уже составила план, который намерена реализовать на посту генпримара. Раду также высказала недовольство нападками со стороны некоторых конкурентов, которые утверждали, что она – кандидат, афилированный демократом. Сильвия Раду заявила, что изначально решила проводить избирательную кампанию без рекламных панов. Замен делала публикации на своей странице в соцсети. В последнем финансовом отчете, поданном в ЦИК неделю назад, Сильвия Раду отметила, что из 35 тысяч леев, потраченных на рекламу, 10 тысяч пришлись на рекламу в Фейсбуке, остальные – на ТВ. В общей сложности Раду потратила на избирательную кампанию почти 270 тысяч леев. Большая часть из этих денег были использованы для рекламных материалов. Сильвия Раду была зарегистрирована в избирательной кампании в качестве независимого кандидата, и в избирательном бюллетене будет под номером 9. Голосуя, чтобы изменить ситуацию, таков призыв Андрея Анастасии, с которым он выступил на своей пресс-конференции по итогам предвыборной кампании. Единый кандидат от партии «Платформа достоинства и правды» по СЛДПМ предупредил, воскресные выборы могут быть сфальсифицированы. По словам Андрея Анастасии, власти готовят масштабную фальсификацию. Он призвал избирателей в день выборов быть активными и бдительными. Анастасия добавил, что эта избирательная кампания была сложной как для него, так и для его команды. Не указали все расходы в предвыборной кампании и раздавали подарки избирателей. Это лишь несколько нарушений, выявленных наблюдателями миссии «Промолекс». Сегодня были обнародованы данные третьего отчета. Как говорят эксперты, Центральная избирательная комиссия неверно интерпретирует аспекты, которые касаются избирателей, голосующих на основании справок. Наблюдатели зафиксировали ряд других нарушений. В некоторых случаях конкуренты раздавали подарки избирателям, а также использовали административные ресурсы. Это «Партида социалистов, 188 казов, Константин Кондреан, 183 казов, Сильвия Раду, 182 казов, Партида политика Шор и Партида Либерал, 182 каза, это стадия, это обсерваторий «Промолекс». Кандидаты на пост «Примара столицы» отрицают все обвинения. Субтитры создавал «Примара столицы» отрицают все обвинения. Кандидат от ПСРМ Юан Чебан не ответил на наш звонок, а в партии Шор пока не комментирует результаты отчета «Промолекс». Как считают эксперты Ассоциации, участие президента в предвыборной кампании тоже является нарушением. Согласно отчету «Промолекс», некоторые конкуренты не указали всех затрат. Что касается избирательных участков, только половина оснащена специальными пандусами. В ближайшее воскресенье досрочные местные выборы пройдут в столице, в Бельцах и еще в пяти населенных пунктах страны. От предвыборной тематики к проблемам насущным. Женщина с двумя детьми может лишиться квартиры. Бывший муж выкупил имущество после развода. Героиня нашего следующего репортажа говорит, что мужчина во время брака не вложил никаких средств в покупку жилья. Теперь бывший муж объясняет свою позицию тем, что его супруга не выплатила ему его законную долю при разделе имущества. В запутанной истории разбирались корреспонденты ТВ-8. Алена Балан решила развестись с мужем в 2010 году. Женщина призналась, что устала от постоянных угроз и скандалов. Ее супруг в те времена работал в МВД. Алена говорит открыто о случаях физического насилия со стороны бывшего мужа. Полицейские, по ее словам, всегда были на стороне супруга. Появление ребенка не помогло разрешить ситуацию. Мы приехали на мастерат и ходим на дорогу, в рамках дома. И личный человек, который был угрозом, меня ловил после головы. В моменте, я угрозил меня. В севера, я называл полиция, но он, с легитиматия, сделал все. Полиции, они были сомпортены, потому что я ловил его на меня. После развода пара осталась под одной крышей еще на 5 лет. Суд постановил, после раздела имущества женщина должна выплатить бывшему супругу некую сумму денег, чтобы квартира перешла в ее владение. У Алены этих средств не было. Задолженность перед бывшим супругом увеличивалась. Судебный исполнитель выставил квартиру на аукцион, а бывший муж Алены ее купил. Алена за это время второй раз вышла замуж. Родила еще одного ребенка. Но второй брак тоже распался. Теперь женщина опасается, что ее могут выставить на улицу с двумя детьми из чужой квартиры. На время судебного процесса интересы женщины защищает народный адвокат. 5 июня состоится заседание, на котором будет обсуждаться вопрос о выселении Алены Балан. Такой была пятница, 18 мая. О погоде на субботу расскажет моя коллега Виктория Царева. А далее не пропустите очередной выпуск ток-шоу «Кутия Нягры» с Марианой Рацией. Ну а мы увидимся с вами в воскресенье в специальных выпусках новостей в 17 и в 21.00. Корреспонденты ТВ8 будут пристально следить за развитием воскресных событий. Желаю вам всего доброго в окружении тех, кто вам дорог. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин